Спасибо за комплимент, потому что сильный адвокат в этом деле уже есть, если вы считаете таким меня. Что касается и моих коллег обязательно, которые сделали львиную часть работы, это Дока Ислайф и Марина Дубровина. Что касается того, что делать, мне кажется, что вот эти украинские дела, они имеют тенденцию вообще в России подходить к концу. Не в том смысле, что больше не хватает украинцев, в том смысле, что эти дела, они очень четко распались на два кластера, крымский и не крымский. Если с крымскими ситуация постоянно развивается, там появляются все новые и новые политзаключенные, то у меня есть ощущение, что по некрымским делам в какой-то момент просто закрутили экран, сказали, стоп, больше не надо. Вот то, что было, нам не понравилось. У нас не получилось ни одного красивого показательного суда, у нас получился тут сплошной позор. И дело Крепюка и КЛХ, оно, видимо, последнее вот из этого кластера, там общей сложности 11 человек, вот из этой категории. И появляется с вступлением переговора в силу по Крепюку и КЛХ, где-то это будет в июле или в августе, появляется возможность для того, о чем давно говорит МИД, попробовать провести широкий обмен. Не потому, что этого хочет Россия, не потому, что Россия хочет получить кого-то обратно за них, а потому, что эту ситуацию как-то нужно закрывать. Если дело Сарченко было персонально очень острым, если было заметно, что Путин не хочет ее отдавать именно потому, что для него это сопряжено с таким персональным, что ли, отступлением, с тем, что он воспринимает как слабость, то по-другим такой картины, видимо, нет. По крайней мере, у меня нет такого впечатления. И там можно попробовать провести вот эту подготовку к обмену и обмен, и его подачу гораздо более спокойно и гораздо более тихо, без надрыва. Это не значит, что мы не должны помнить об этих людях. Наоборот, мы должны руководствоваться положительным примером надежды, что кого-то удалось из этой ситуации, из этой тюрьмы вытащить, выдрать. Мы должны просто запастись оптимизмом и работать дальше. Но здесь ставка должна быть не на вот такое разовое решение, когда всем миром, начиная с президента США, папы Римского, секретаря ФРГ и так далее, наваливаться, а просто подготовить эту ситуацию, может быть, не ослабляя давление, но не пытаясь по каждому отдельно взятому человеку организовать такое же сильное адресное давление, как по надежде. Просто таких ресурсов нет. Мы не можем 11 раз мобилизовать весь земной шар для того, чтобы лично давить. Практически весь мир, да. Понятно, Илья. Тарас Загородний, наш эксперт, хочет задать вам вопрос. Ну, я считаю, ну, некорректным, опять же, предъявлять претензии депутатам и всем остальным, что вот вы, Савченко, освободили, а других не освободили. Мы всегда должны понимать, что для России пленные, которые они берут, это не пленные, это заложники. И Россия ведет себя по-бандитски, у них нет никаких ограничений. У нас есть ограничения, мы должны действовать по каким-то правилам, мы должны мобилизовывать мировое сообщество. Тарас, я прошу прощения, в чем вопрос Илье? Вы мне показали, что хотите задать вопрос Илье, нет? Нет, я не прокомментировать хотел. Давайте мы с Ильей, просто у нас дорогая связь, поэтому вопрос Илье кто-то, Илья Ивановна. Нет, я хотел прокомментировать. Все понятно. Илья, вот скажите, не у всех все-таки украинских пленных в России есть такие хорошие, снова комплиментирую вам, хорошие мощные адвокаты, как у Савченко. Вам не кажется, что Украине нужно более тщательно подходить к этому вопросу и работать и с украинской адвокатурой, и с российской? Очень хорошо, что мне этот вопрос задали. Дело в том, что месяц назад Национальная ассоциация адвокатов Украины назначила меня своим представителем в России. И один из первых вопросов, который я обещал проработать и поднять на повестку, это как раз организация пула российских адвокатов, которые, ну если угодно, вызываются добровольцами, и чья честность, и чья квалификация не вызывает сомнений, к которым в первую очередь будет обращаться Генконсульство Украины при появлении информации о том, что очередной Украина задержана в России. Это облегчит наши взаимодействия, просто в силу того, что консулы не будут в попыхах звонить в первую соседнюю консультацию и искать случайного человека, который, возможно, просто не готов брать на себя такие риски, возможно, такого давления. Поэтому, да, вопрос своевременный, но на него уже найден, видимо, найден ответ. Илья, вот небольшое уточнение, не хочу лезть к вам в карман. А кто оплачивает услуги адвокатов вот в таких делах? Государство Украина, МИД? Или это ваша личная инициатива, вы на волонтерских началах работаете? По-разному. В моем случае я по делу Крапюка работаю бесплатно, пробоно. По делу Надежды Савченко в последнее время тоже я нес все расходы сам. Этого нельзя требовать от всех адвокатов. В ряде случаев действительно вмешивается МИД. В ряде случаев, как там тоже ситуация с Николаем и со Стасом, помогают друзья. Но никакого системного подхода, никакого фонда, который финансировал бы эту деятельность по какому-то единому формату, его просто не существует. Вот я сейчас спрошу у депутатов чуть позже, когда мы с вами договорим, почему нет такого фонда. Приготовьтесь, пожалуйста, гости. Георгий, очень короткий вопрос, и затем я. Илья, добрый день, это твой коллега Георгий Лагвинский. Да, мы активно работаем и с Николаем, и с Полозом, и с Фейганом, в том числе и по Хайсеру Джамилеву. Но мы постоянно видим проблему, что должна быть взаимная связь не только с адвокатами, а и с правоохранительными органами. Потому что каждый факт задержания нашего лица в России – это уголовное дело. И как мы сделали в ПАСЕ специальный список, мы приняли резолюцию, которая вводит персональные санкции в отношении каждого лица, судьи, милиционера в России, который прикасался к нашим заложникам. Поэтому, как вы считаете, какую систему Украина должна построить дополнительно в правоохранительных органах синергии работы с вами и синергии адвокатуры? Спасибо. Да, я могу сказать, что я причастен к этому опыту. В июле 2015 года, когда буквально накануне суда, 29 июля, Генпрокуратура Украины вынесла первое постановление о возбуждении уголовных дел против тех, кто соучаствовал в похищении надежды, причем не на стороне ЛНР, а на стороне России. И там, в том числе, были российские судьи, которые продлевали сроки содержания по страже, когда она уже была в ПАСЕ. Но я хочу предостеречь. По моему опыту, когда эти вещи происходят автоматически, то есть когда они происходят, вот как вы говорите, каждый, кто прикасался к украинцу, попадает в уголовное дело, это крайне негативно воспринимается в Европе. Надо очень тщательно, очень сдержанно к этому подходить. Мы, например, проводили такой подход, что только здесь судьи, которые продлевали надежды срок содержания по страже, когда она уже была делегатом ПАСЕ, вот они стали предметом преследования, потому что про них можно было внятно сказать, почему они заведомо нарушили закон. Если делать это автоматически, и в этот бредень будут попадать рядовые милиционеры или там рядовые помощники прокурора, которые поставили одну подпись, вы просто не встретите внятного четкого понимания ваших действий со стороны европейских, которые привыкли к тому, что есть в результате невиновности, и даже вот такие сомнительные действия все-таки охраняются законом, у этого милиционера и у судьи есть право жаловаться. Понятно. Илья, очень много вопросов к вам у присутствующих. Извините, что перебиваю. Борислав, очень коротко. Илья, добрый вечер, Борислав. Добрый вечер, Борислав. Илья, мы ждали, чтобы процессуально прошло обвинение надежды, приговор, и только после этого, ну, процессуально смогли ее вернуть. Сейчас есть приговор Корпюку и Клыху. Как вы считаете, с вашей точки зрения и с вашим опытом, через какое время потенциально мы можем вернуть их в Украину? Когда я обсуждал это с Николаем, я сказал, что считаю минимальным реалистичным сроком конец года. Спасибо. Почему? Потому что приговор пока еще не вступил в силу, он должен пройти Верховный суд. Это случится где-то в июле, может быть, даже в августе этого года. И даже если допустить, что к этому времени пройдут какие-то предварительные переговоры в МИДе, что будет согласован список, а в этом списке, безусловно, Николай будет на высокой позиции, потому что у него до сих пор, пока что, да, учетом надежды был самый длинный срок, 22,5 года. Это такой, своего рода, мрачный рекорд. Даже в этом случае, поскольку здесь трудно ожидать, что это пройдет через завершение Путина, и что это будет в России оформляться каким-то ускоренным способом, надо заложить несколько месяцев просто на вращение шестерен. А то, чтобы все бумаги прошли через всех чиновников вот до самого низа, как мы говорим, до бабы Нюры. До этой бабы Нюры, я думаю, что несколько месяцев как минимум должно пройти. Понятно. Илья, последний вопрос, если можно коротко. Есть информация у нас в украинских СМИ о том, что Надежда Сарченко готовит законопроект о суде присяжных. Есть информация о том, что это именно ваша идея. Так ли это? Вы ли ей это советовали? И действительно ли считаете, что суд присяжных может изменить в лучшую сторону судопроизводства в Украине? Я скажу так, даже обсуждение этого проекта, без его принятия, уже принесет пользу. Потому что могу вам сказать, что судопроизводство Украины, оно, к сожалению, недалеко ушло. Может быть, дальше, чем российское, но недалеко ушло от своих советских корней. И проблемы, в общем, и в России, и в Украине с судебной сферой, наверное, те же самые. Вот даже если нам не удастся, а это моя идея, да, я признаю, даже если нам не удастся реализовать их до конца, даже какие-то, может быть, палеотивные шаги, даже первое, исполнение первой стадии этого плана уже принесет отдачу. Потому что это уже будет отход от того грустного состояния, которое есть сейчас. Илья... Об этом трудно говорить кратко, это все-таки предмет очень детальный. Здесь должны говорить юристы сперва. Потому что под судом присяжных принимаются очень разные вещи. Мы можем сделать такого уродливого гибрида, от которого никому не будет радости. Я очень надеюсь этого избежать. Мысль ваша понятна, Илья, я вынужден вас поблагодарить. Наше время истекло нашей связи.